В Сургуте сегодня начинается итоговая проверка одного из проблемных домов, строящихся с привлечением средств дольщиков. Высотка под номером 3 в жилом комплексе Любимый практически готова. Осталось дождаться получения заключения от инспекторов службы жилищного и строительного надзора Югры. Специалисты будут обследовать объект и готовить итоговый документ в течение 10 рабочих дней. В случае получения разрешения на ввод в эксплуатацию начнут работать с дольщиками, которым передадут ключи от своих квартир. Кроме того, до конца месяца в ведомстве ждут завершения предпоследнего, третьего этапа строительства жилого дома компании Салаир в западном районе Сургута. По окончанию этих работ новоселам должны будут передать паркинг. Еще несколько высоток намерен возвести окружной фонд защиты прав граждан участников долевого строительства. Два дома мы ждем на подачу извещения о продолжении строительства, где уже фонд является застройщиком. Двигается в этом году семимильными шагами. Фонд в 44-м и в 31-б еще один дом, второй вроде бы. ЖК Любимый? ЖК Любимый, да. Подрядчик компании Старица хорошо отработал. Мы совместно смотрели графики освоения, графики строительства и мобилизации трудовых ресурсов на объекте. Надеемся, что до 1 июля объект будет рассмотрен и заключение получено. Так, соответственно, ожидаем, что после этого, опять же, процедура федеральная, в течение порядка двух-трех месяцев, арбитражный управляющий организует, вместе с арбитражным судом, организует процесс признания и предоставления по актам этих квартир. Тоже хороший показатель, хорошая ситуация, что большое количество дочек, на том, что 11 человек, если не ошибаюсь, получат жилье. По дому номер один в жилом комплексе Любимый, окружной фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства, пока еще собирает документацию. Ввод первой и второй высоток запланирован на следующий год. Сегодня же начинается итоговая проверка жилстроенадзора в отношении третьей свечки в ЖК «За ручьем». Там первоначальный график ввода также отстает от фактического исполнения примерно на два года. Однако дольщики не признаны обманутыми. Компания продолжает строительство, а затем выплачивает компенсации за просрочку. Добавлю, что в ходе инспектирования сотрудники надзорного ведомства проанализируют соответствие многоквартирника проектной документации. По итогам проверок двух первых секций замечания фиксировали. Застройщик отметили в службе жилстроенадзора Югры, исправлял недочеты. С чем вышел состройщик? Мы будем смотреть. По документации он все предоставил. А по физическому у меня инспектор начинает работу как раз 6 числа. Полностью в соответствии построенного объекта строить проектные документации, которые предоставлены нам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...